Здравствуйте, дорогие родители и слушатели! Сегодня у нас в гостях снова отец Михаил из православного храма Петра и Павла на Харлдкросс, отец Михаил Насонов. И сегодня мы продолжим разговор о Великом Посте, который начался 18 марта и сейчас продолжается до самой Пасхи. Здравствуйте, отец Михаил! Добрый день! Мы действительно находимся во времени Великого Поста и вот мне о чем хотелось бы сегодня поговорить. Дело в том, что мы с вами сейчас разговариваем в субботу, а завтра, это первое воскресенье Великого Поста, это особенный такой день. Этот день называется Торжество Православия. Торжество Православия, этот день назван таким образом, потому что он связан с событиями, которые произошли когда-то очень давно, но тем не менее важными являются для нас и сегодня. Они, события Торжества Православия связаны с победой православия над одной из таких ересей, которая распространилась в христианском мире тогда и которую поддерживали и императоры, и государственные власти долгое время. И сам император, так сказать, устраивал репрессии, насаждал. Это такая ересь иконобовчества. Вот были люди, которые отвергали иконы и вообще святые изображения. Император последний? Император, это был там 8-9 век, то есть это было очень давно, это было в Византийской империи, то есть это в русской истории такого не было, к счастью. Но вот это были довольно жестокие гонения, в результате которых людей за только тот факт, что они имели дома икону, за это убивали, сажали в тюрьмы. И все это проводилось якобы христианскими государями. То есть это было довольно протяженное гонение на иконы по времени, очень много святых образов было уничтожено за это время. Но в конце концов истина восторжествовала и икона почитания возобновилась, но она никогда и не прекращалась, впрочем. И вот в честь этого события как раз и установлен праздник торжества православия. И вот здесь очень было бы уместно сказать, что такое вообще икона. Как раз в связи с этим событием, торжества православия. Вот почему православные христиане так бережно, с таким благоговением относятся к иконам. Дело в том, что икона это не просто картина, это не просто портрет какого-нибудь там выдающегося человека или святого. Икона, прежде всего, все иконы, они объединены тем сюжетом, который они показывают, являют. Этим сюжетом является святость. Вот главное содержание каждой иконы – это святость. Вот мы когда созерцаем икону какого-нибудь святого или Христа Спасителя, или там Божьей Матери, вот на этой иконе главная задача иконописца является показать человеку вот ту цель его бытия, которая перед каждым из нас стоит. А, собственно, цель жизни каждого человека – это есть такое приобщение божественной жизни. Вот не больше, не меньше, а вот приобщение, участие в божественной жизни. А что такое божественная жизнь? Это вот есть святость, есть такое состояние чистоты, где нет никакой тьмы, нет никакого греха. Вот как солнце. Вот солнце настолько представляет из себя чистый свет, что каждая вещь, которая приближается к этому солнцу, сама становится такой же светлой. Вот и напротив, тот, кто от солнца прячется, он попадает в тень, попадает в тьму и удаляется, сам себя отсекает, удаляет от этого источника солнечного света. Поэтому задача каждой иконы – это передать человеку вот это состояние святости, которое было присуще тому или иному святому, или Божьей Матери, или Христу Спасителю. То есть приобщиться к этой святости, как бы обернуться, быть открытым к тому, чтобы вот этот луч святости, как луч солнечный, проник в нашу душу. И всякую нечистоту, которая в ней есть, осветил и уничтожил, как бы разогнал эту тьму. Вот, собственно, задача каждой иконы. Поэтому люди очень бережно, благоговейно относятся к иконам православные христиане и стараются перед этими иконами, вот созерцая святых, созерцая Божью Матерь, как-то молиться, молиться и просить Бога, чтобы Господь вот этой своей благодатью, благодатью этой своей святости как-то коснулся и нашей собственной души и подтянул вот нас из нашей такой греховной жизни, нечистой, скверной нашей жизни, в которой мы в основном проводим. Вот, подтянул к этой святости, к которой приобщились святые, изображения которых мы видим на иконах. Вот поэтому иконы находятся и в храме. Это не просто украшения, не просто для того, чтобы там стены заполнить какими-то интересными изображениями. Не просто это какая-то информация, что вот был такой-то там святой, или было такое-то там, такое-то событие было в жизни Христа Спасителя. Но вот все вот эти иконы, которые мы знаем, видим и почитаем, они находятся в храме, потому что они все вместе как бы участвуют в богослужении. Вот когда вы входите в православный храм, и вы видите, что висят иконы, и во многих храмах есть росписи на стенах, фрески, и идет богослужение, литургия, то оказывается, что вот в этом храме, в этом маленьком, может быть, храме деревенском, или вот в нашем храме, хоть он так внешне не похож на православный храм, но внутри, что есть, самый настоящий православный храм. И вот все мы вместе, не только те, кто находятся в этот момент в храме, но и те, кто изображены на иконах, на фресках, на всех этих святых изображениях, как будто бы вся полнота церкви оказывается вот собрана в храме и вместе молятся и обращаются к Богу. То есть получается прямо такой, ну, как такая симфония, что ли, молитва, когда все вот соединяются вместе в таком молитвенном обращении к Богу. И святые, которые были когда-то, и они есть и сейчас, и присутствуют в храме. И вот те люди верующие, которые входят в храм. Поэтому икона, она имеет такое, как говорят люди такие церковные, литургическое предназначение, то есть она является неотъемлемым, что ли, участником и богослужения. Ну, литургия – это слово, так сказать, «общее дело» не означает по-гречески. А мне всегда было интересно, что это означает «литургия». Это «общее дело»? Общее дело, да, «общее дело». То есть совершается литургия, и Вы очень красивое слово сказали, как симфония, получается. Каждый вносит какую-то свою ноту, какое-то свое звучание, свои молитвы. Да, но я-то, конечно, говорил об иконах, то, что икона – это не просто какая-то картинка, это особое изображение, которое, вот, с одной стороны, вовлекает человека, приобщает его к этой святости божественной, а с другой стороны, оно само, будучи неотъемлемой частью храма, а в храме все имеет свой определенный смысл, вот, тоже является таким, тоже участвует в богослужении. То есть это не какой-то внешний, так сказать… Атрибут. Да, внешний атрибут, не украшение просто, вот. То есть те, кто… Бывают такие, знаете, коррекционеры, которые там собирают иконы, ну, просто им там красиво. Нет большой святости. Да, но в этом такая происходит немножко, ну, профанация, что ли, икона. И икона совсем о другом, так сказать, она и другое предназначение имеет. Вот. И вот как раз праздник Торжества Православия – это вот этот, в общем-то, день, который является праздником для любого человека, у которого дома есть икона. Пусть даже самая такая простая икона, бумажная, там, на картонке, все равно это икона, потому что на ней там изображена попытка… Иконописец изображает святость, изображает вот то, к чему человеку следует стремиться. Вот поэтому этот праздник Торжества Православия, он особенный. И вот это всегда бывает первое воскресенье Великого Поста. Интересно, что в этот день тоже особое богослужение. И в этот тоже день, вот у нас в Ирландии существует такая одна очень интересная и важная традиция. В этот день, в воскресенье вечером, совершается так называемая Всеправославная вечерня. Это такое вечернее богослужение, вечернее, на которое приходят все православные священники Ирландии. И греческая церковь, и румынская церковь, и есть там грузинская церковь. Вот те, кто православные священники, есть вот в Ирландии. То они завтра, получается, у вас соберутся? Да, они соберутся, вот в этот день у нас в храме. То есть каждый год в разном храме. В прошлом году была в греческой церкви, в позапрошлом в румынской, а сегодня, в смысле, завтра будет у нас в нашем русском храме. Вот придут священники, придут прихожане, и вот мы будем все вместе молиться. Затем будет, наверное, такое чаепитие после этого службы. Можно будет пообщаться с этими батюшками. А по сколько это начнется? Это будет в 6 часов вечера. И все наши радиослушатели тоже могут присоединиться? Да, конечно, любой человек. То есть это не только для священников? Нет, это для всех прихожан. То есть как бы так, для всех православных верующих, которые находятся в Ирландии. Это очень интересная такая честь в этом году храма. И это связано с этим праздником торжества православия, с праздником восстановления, почитания икон. Спасибо вам большое. Спасибо вам за приглашение. Дорогие радиослушатели, богослужение состоится завтра в 6 часов вечера в храме Петра и Павла. А отец Михаил, скажите, пожалуйста, как правильно полное название православного храма, в котором вы служите? Потому что полного названия, я так понимаю, многие не знают. Как правильно называется храм? Правильно. Наш храм особенный. Он непростой приход. Поэтому и название у него такое немножко особенное. Называется он Петропавловское патриаршее подворье в Дублине. Петропавловское – это значит в честь святых апостолов Петра и Павла. Патриаршее подворье – это означает, что наш храм, он такой ставропедиальный. Ставропедиальный называют храмы, которые находятся под прямым подчинением, таким покровительством патриарха. Так что у нас такой особенный немножко храм. Вот такое у нас название. Это очень интересный ответ ваш, очень интересная информация, потому что я так думаю, что этого не знает, наверное, никто из наших радиослушателей. И всем будет интересно очень узнать то, что вы сейчас сказали. Спасибо вам еще раз. Спасибо за то, что вы пришли в участие. И до следующих встреч, до следующей субботы. До свидания. До свидания.